Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, отец Назарий. В прошлом выпуске с нашим гостем мы говорили о том, какая цель Великого Поста и о том, что можно делать Великий Пост, и чего делать не стоит. В сегодняшнем выпуске хотелось бы поговорить о такой молитве, которая читается во время Великопостного богослужения и автором которой является преподобный Ефрем Сирин. Молитва эта звучит так. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпении и любве даруми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Якоб благословен яси во веки веков. Аминь». Преподобный Ефрем Сирин является святым, богословом и учителем Православной Церкви, который жил и творил в IV веке и оставил после себя богатое поэтическое наследие, частью которого является и вышеупомянутая молитва. И, к слову, даже Александр Сергеевич Пушкин написал одно из своих стихотворений под впечатлением от этой молитвы. Стихотворение называется «Отцы пустыники и жены непорочны». И вот в понимании этой удивительной молитвы нам поможет сегодня разобраться наш гость, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери, знамения села Черноречия, отец Павел Садиков. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий, здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Павел, давайте по частям постараемся... Прямо по пунктам. Да, по пунктам разобрать молитву. И начнем с самой первой части. «Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и произнословия не дашь тьми». То есть здесь преподобный Ефрем Сирин просит, чтобы Господь не дал дух греховный, дух греха, дух страсти. И первое, о чем он упоминает, это дух праздности. Что это за такой дух праздности, батюшка? Расскажите нам. Ну, вообще слово «дух», оно очень многогранно, многообразно. Там очень много смыслов, на самом деле. Я не хотел бы заострять внимание на каждом из этих смыслов. А вот на праздности самой, да? Вот на этом грехе внимание хотел бы заострить. Праздность принято порицать. Ну, праздность – это безделие. Я понимаю так. Безделие. Почему я так понимаю? Помните, была притча о работниках, которые господин нанимал в разные часы времени, да, на базаре приходил, нанимал и так далее, свой виноградник. И что он сказал людям, которые простояли весь день праздно, да? Почему вы стоите весь день праздно? Никто не нанял нас. То есть вот праздность, поэтому безделие. Но всегда ли безделие так плохо? Это большой вопрос. Вот, например, очень часто приходится слышать претензии от женщин в адрес своих вторых половинок мужей, что муж превратился в жирное пятно на диване. Вот он лежит целый день праздно, да? Вот. Пиздельник, понимаешь, и прочее. Но тут нужно сделать маленькую такую ремарочку, исследование в совершенно другую область. В область психологии, в область анатомии, психофизиологии и так далее. И это очень важно. Почему я люблю копаться в современной науке, в медицине, в анатомии и так далее? Потому что данные современной науки нам помогают понять и, ну, не, как сказать, понять свой внутренний, свою суть и не наделать, не наломать дров. Потому что иногда человек может себя пересилить, а потом сломаться совсем. Вот. Что же такое праздность? Что такое безделие? Всегда ли оно плохо? Об этом и хочется сказать. У мужчины главный гормон, за счет которого мы, мужчины, действуем, это тестостерон. Когда мы закончили работу, тестостерон на нуле, грубо говоря, ну, там, здорово снижен. Как восстанавливается тестостерон? Есть два условия. Безделье, на секундочку. Вот. И, ну, это называется безопасная агрессия. Когда мужчина смотрит какую-то передачу, где он может выплеснуть какие-то эмоции. Ну, футбол, например, да, куда бьешь, и вот это все, да. То есть он же в безопасности, он не на трибуне, где ему может прилететь ответочка, да. А вот он дома, он в комфортных условиях, и это все ему помогает отдохнуть, восстановить силы, физиологически, физически восстановиться. Так что с праздностью не все так просто. Не все так просто. Хотя наша передача называется «Просто о вере», да. Но вот в данном конкретном случае не все так просто. А где здесь мера, бочка тогда? Ведь здесь может и дьявол таким образом, да, сказать, ну, смотри, друг, ты восстанавливаешься, тебе нужен отдых. Это вот у тебя в доме никто не понимает. А тут вот даже уже наука говорит о том, что нужно это делать. Дьявол вообще очень ласковый зверь. Животное, не зверь, животное. Такое ласковое животное, которое нам, любит нас так жалеть. Мера очень проста. Если ты потупил два-три часа в телек, в безделье, и при этом у тебя, ну, ты не отдохнул, скажем так, что что-то не так, иди к врачам. Это реальный сбой в организме. Возможно, это щитовидка, возможно, печень, возможно, еще что-то. То есть есть реальные прям вещи. Потому что когда человек отдохнул, мужчина отдохнул, у него энергия просто изливается через край, он сидеть не сможет. Он вспомнит про эту пресловутую полку, которую он прибивает уже 20 лет, я не знаю, там в гараж пойдет, разберет завал, автомобиль помоет, еще. Ну, то есть он будет работать, ему интересно жить, ему интересно творить, преображать этот мир, возделывать и хранить мир, да, это вообще-то прерогатива мужчины. Женщина создана помощницей по нему. И вот тогда и женщина включится, ну, это уже немножко другая область, но тем не менее, вот она мира. Бачка, где же здесь тогда духовное дело? Здесь только тогда просто медицина. Мне плохо, я не отдыхаю, ленюсь постоянно, не могу выспаться, я пошел в больницу, там, хочется отдохнуть, ничего не делать, если я это делаю, скажем так, в меру, значит, у меня все в порядке. А где же здесь тогда духовное дело? Где же здесь тогда внутренняя борьба, вот именно с этой с ленью, работа над собой, чтобы в том числе побороть чрезмерную праздность, чрезмерную вот эту лень? Если все сводится только к медицине. Возможно, вы говорите сейчас не о лене как таковой, а о так называемом явлении прокрастинации. Потому что откровенных лентяев я в своей жизни встречал, ну, может быть, один-два человека. Все остальное были какие-то явные проблемы. Я когда уже поднабрался немножко опыта, да, почитал, там, и прочее, и вот мне приходит человек на испыт и говорит, вот, и кается в лене. Я сразу, стоп, и начинаю его спрашивать про его болезни. Вот. А что у тебя со счетовидкой? Да, батюшка, я была у врачей, у меня там серьезные проблемы. Я говорю, ну, ты как, что же, какая у тебя лень? Это не лень, это болезнь, это вещи разные. Вот. А человек, ну, думает, что он лентяй, начинает себя до такой степени, ну, как сказать, уничижать. Вот. Что загоняет себя в тоску, в уныние, в отчаяние и так далее. И вот я категорически против этого. Категорически против. Вот духовное делание в том и состоит, чтобы отделить духовное от телесного. Здоровье, болезнь телесную от болезни душевной. Это очень важно. Иначе будешь, да, бороться с тем, что вообще не болит. Хорошо, батюшка, но, допустим, дело не в болезни. Дело в том, что вот у человека действительно страсть такая есть. Как с ней бороться? Ну, психологи говорят, что не хватает мотивации. То есть, найди то, что тебя вдохновляет, то, что тебя мотивирует прибить эту пресловутую полку, и таки будет у тебя все хорошо. У нас же есть универсальная мотивация. Христос и Царство Небесное. Прекрасно, да. Это недостаточно для нас? А почему же нет? Конечно. Любовь к ближним, о чем мы сами говорили. Прекрасно, прекрасно. И вот каждый человек ищет себе свою мотивацию, скажем так. Универсальных не бывает, потому что в один момент сыграет одно, в другой момент сыграет другое. Я это еще называю, знаете, как ключик к сердцу. Вот чтобы тебя за сердце взял, чтобы на сердце, ну, как сказать, какая-то эмоция пошла хорошая. Вот насчет любви к ближнему. Ну, ведь жена расстроится, если я вот посуду не помой к ее приходу. Ну, ей же тоже тяжело. Да? И вот какая-то вот эта эмоция, ну, я не скажу жалость, это не то, а сострадание, да, к ближним. Вполне может человека, да, подвигнуть на какую-то деятельную любовь. Почему нет? Но универсального я не встречал, универсального совета. Нельзя сказать. Ну, я не встречал такого, что прочти 50 раз Отче наше, 20 раз Богородицу, 3 раза Ангела-Хранителя, еще 50 тысяч поклонов, и точно все пройдет. Я такого не видел. Универсального нет. Хорошо, Бочка. То есть здесь, то есть на первое место, получается, в борьбе с праздностью, в борьбе вот с ленью у нас все-таки выходит мотивация наша внутренняя, духовная. Может быть, иногда и где-то житейская мотивация связана, опять же, с любовью к ближним, с любовью к домашним. То есть и получается, как самому себе немножко напоминать о том, кто ты, какая твоя цель, и вообще, чем может закончиться твое просто сидение и ничего не делание. Сидение на диване, ничего не делание. Абсолютно верно. Хорошо. Дальше у нас, Бочка, дух уныния. И вот что это за дух уныния? Потому что у нас часто уныние ассоциируется с отчаянием, с горем каким-то. Но мы знаем, что у святых отцов уныние как раз-таки в том числе пересекается вот с этой самой спраздностью и с иленью в том числе. Хотелось бы все-таки разобраться, о каком унынии здесь идет речь. Дух уныния. Ну, по поводу разобраться не могу точно сказать. Почему? Потому что у нас вообще с терминологией бывает беда. Потому что если взять терминологию, например, прекраснейшего компилятора святых отцов святителя Игнатия Бричининова, то у него 80 страстей с их подразделением и так далее. Так вот, уныние – это отдельная страсть. И это страсть телесная, это не душевная. Это телесная страсть, когда, ну, я имею в виду, что отсутствие телесных каких-то упражнений, поклонов, постов, отсутствие молитв, нежелание делать добрые дела. Вот это вот уныние по его терминологии. Вот. А если мы говорим о плохом настроении, скажем так, то это печаль, это немножко другое. Да, уныние выходит из печали. То есть, вот это вот какая-то лень, вот это, да, отсутствие добрых дел, но не всегда выходит из печали. Человек может просто перенапрячься физически, и он не сможет уже делать добрые дела. Что это уныние? Наверное, усталость просто, правда? Отдохнул и пошел. А вот опять же, батюшка, вопрос, опять же, границ. Как тебе понять? Это тоже один из ну, мне кажется, один из распространеннейших вопросов, который, думаю, люди вам задают, когда человек приходит, даже вот, не только во время поста, а просто вообще, в принципе, приходит человек домой, ему тяжело вечером помолиться. Он уставший, и он задает вопрос, батюшка, это усталость или это искушение у меня? Вот, и как мне быть, как человеку понять, где это действительно вот дух уныния, нежелание молиться, нежелание делать добрые дела, а где это действительно искушение со стороны? Потому что ведь на самом деле, батюшка, я думаю, вы иногда сталкивались с тем, что, ну, действительно, приходишь в храм, встаешь на молитву, и, может быть, по-первых, тяжело молиться, но вот все-таки искренняя вера, искренний настрой, и Господь, видя вот такое доброе намерение, может тебе и второе дыхание дать, и как-то помочь и в молитве, и молиться становится легче, и человек, и многие люди, кто вот попервой, да, приходят в храм, вначале тяжело вообще, даже просто дойти до храма тяжело, уж стоять там молиться, но человек переселил себя, пришел, и с такой огромной радостью выходит, окрелен из храма, и думает, как хорошо, что я преодолел вот это вот уныние, нежелание идти в храм, и как мне хорошо было, как хорошо я помолился, Господь такую дал радость и благодать. И вот тут это постоянная дилемма, где мы действительно устали, и нужно дать себе время для отдыха, чтобы не сломать собачка, как вы говорите, вообще добрые дела не остались. А где понять, что это действительно искушение, и нужно немножко приложить упорство и силы в том, чтобы вот не оставлять добрые дела и молитву. Прежде всего, мера и, как сказать, лакмусовая бумажка это твой личный опыт. Это опыт каждого человека. Я сейчас говорю про честного христианина, который реально хочет спасти свою душу, попасть в Царство Небесное, или как знаменитый наш покойный батюшка протеерей Дмитриев Смирнов сказал, чтобы Царство Небесное попало внутрь тебя. Я очень люблю эту формулировку. Ну так вот, мера. Мера – это твоя совесть, твой опыт. Где-то ты совершил ошибку, не пошел в храм, или не встал на молитву, потом, ну, как-то нехорошо, или уснуть не можешь. Многие, кстати, не могут уснуть, пока не прочтут вечерних молитв. Такое я встречал. Где-то совершил ошибку, где-то наоборот. Тебе тяжело, плохо, но начал как-то вот слово за слово, как вот чёточки перебираешь, слово за слово, слово за слово. И как-то легче, легче. Это же всё опыт духовный, его не передашь, и это не шаблон. Здесь ничего не скажешь. Никак не скажешь, где эта мера. Каждый ищет свою миру. И каждый раз, каждый день мы разные. Вот вчера ты ещё был здоров и весел, и счастлив, и так далее. А сегодня у тебя какая-нибудь пресловутая инфлюенса. И совершенно другое состояние. И здесь надо уже подбираться под себя. И так каждый раз, каждый раз. Это нормально совершенно. Батюшка, вот у нас в молитве следующий дух, от которого мы просим Бога нас оградить, это дух любоначалия. Что это такое? Любоначалия. Любоначалия – это любовь начальствовать. Ну, что следует из самого слова. Но, знаете, опять же, не буду рассказывать какие-то хрестоматийные вещи, да, а мне хотелось бы поговорить вот о чём. Сейчас очень популярно, я из соцсетей беру, очень популярно такое вот, что мужчины жалуются, что, кстати, православные мужчины тоже жалуются, что жёны им не подчиняются. Ну, вот это всё, да. Вот. Известная тема, да, встречали, наверное, да? Да. Ну, несколько раз. Так вот, а я, наверное, уже несколько тысяч раз, это же кошмар какой-то. Так вот, хочется сказать этим мужчинам, дорогие мои, женщина не может подчиняться мужчине, который не подчиняется Христу. Ну, всё же просто. Апостол Павел что, говорит, любите жён как свои тела, ну, там, и так далее, и тому подобное. кто заботится о жене, греет, питает её, тот заботится о своём теле. Вроде простые, элементарные вещи, но посмотришь на жизнь, и я просто, ну, в таком обескураживании, как сказать, обескураживании в состоянии духовном, потому что я смотрю, как мужчины себя ведут в семьях. зарабатывать не хотят, вот тот самый пресловутый, это уже вот, да, как страсть, праздность какая-то, не знаю, танки там, ещё что-то, я не знаю, всё что угодно может быть. Жёнам время не уделяют. Самые простейшие вещи, вот смотрите, когда, ну, точнее, скажем так, прежде чем семье состояться, парень и девушка, там, мужчина и женщина, жених и невеста, соответственно, они на свидание ходят? ходят же, правда, это же элементарно, это как-то странные вопросы, а ведь это их обязанность, но они это как обязанность не чувствуют, на крыльях любви, там, или влюблённости, да, не спешат, для чего? Для того, чтобы вместе грузить картошку, наверное, да? Нет? Нет. Они, наоборот, прихорашиваются, идут куда-то там, в общественное место, беседуют друг с другом, им нравится проводить время друг с другом, правда? Что меняется после штампа в ЗАГСе? Вот объясните мне, я не понимаю, что меняется? Почему после штампа в ЗАГСе свидания прекращаются? Так мы и так целый день вместе, это больше к женщинам, это у них, их тема, так говорить, мы и так целый день вместе. Дело не в том, сколько вы вместе, дело в том, сколько вы времени посвящаете друг другу, вот этому свиданию, вот это вот, вот это принято называть романтика, как угодно, но общение должно быть. И это самая маленькая проблема, да? Если мужчина к этому относится безответственно, к тому, чтобы общаться с женой, к детям относится безответственно, к своим мужским обязанностям, функциям, как добычу и защитнику, относится безответственно, куда ей бедненько деваться-то? она берет семью в свои руки и начинает сама бегать по инстанциям, платить налоги, зарабатывать, попутно рожая, воспитывая детей, и вот это вот все, а муж объелся груш. Как тут не стать любоначальной, да? Вот. Я вот с этой стороны хочу рассмотреть этот вопрос. Понимаете, это беда. Это беда, батюшка. Беда нашего общества. Я с вами согласен. У нас вот, у нас так как времени очень мало, я бы тоже бы хотел бы вот любоначаля побольше разобрать. Конечно. Но, к сожалению, время у нас ограничено, да, а есть еще один очень важный дух, с которым мы стараемся бороться, это дух празнословия. Празнословие. Поясните, батюшка, что такое празнословие и как с ним бороться? Вот. По поводу празнословия. Тоже немножко нестандартный взгляд, да? Я, опять же, не отрицаю христианских истин, но, тем не менее, делюсь другими наработками, да? Не секрет, что мужчины и женщины отличаются физиологически. Так вот, мозг мужчины и женщины тоже отличается очень сильно. И центр ответственности за речь у женщин гораздо развит, больше, чем у мужчин. Поэтому им для комфортного существования нужно произнести в день примерно 21 тысячу слов. Батюшка, угадайте, сколько мужчинам нужно произнести слов для комфортного существования? В день. Тысячу. Ну, чуть побольше, в среднем три, но, тем не менее, сами представляете, да, в семь раз больше. Что это для женщины? Это празнословие или потребность? Физиологическое, на секундочку. Вот. Поэтому, когда мы говорим о празнословии, особенно, когда принимаем исповеди, вот это все, да, нужно быть крайне аккуратным, крайне аккуратным. Потому что, если женщина не будет выговариваться, она может повредиться и физиологически, и психически. Это очень важно, это очень аккуратно здесь надо быть, да? Вот. Поэтому, ну, это не значит, что нужно прям стоять со счетчиком до слов и отпечать каждое слово, там, о, 21001, это уже празнословие. Ну, конечно, нет. Вот. Но надо понимать, что, ну, заигрывать с психикой, с психикой, да, своей не стоит, чересчур себя ограничивая, может быть, крайне аккуратным. Вот с этой стороны мне хотелось бы рассмотреть вот это вот празнословие. Бывает же оно и на молитве, кстати, празнословие. Когда мы говорим, сами не понимаем, что говорим. Бывает, бывает. Ну, это из-за разряда хрестоматийных истин. Вот так. Вот то, что мне хотелось бы сказать. И, если, батюшка, можно еще кратко, есть ли разница между празнословием и, ну, вот, обсуждением каких-то ситуаций, может быть, рабочих моментов, потому что люди иногда тоже бывает, переживают, что вот из-за работы приходится обсуждать там качество работы коллег там или подчиненных, и люди начинают переживать, то есть, что вот там, что это сплетни, сплетничать нехорошо, обсуждать за его спиной нехорошо, и как бы вот, ну, много лишних слов произнесли, и вроде бы, как бы вот, здесь есть тоже грань какая-то вот... Ну, тема-то такая глубокая. Тут можно разговаривать, конечно, долго. Потому что вот даже с теми же обсуждениями качеств коллег, да? А если ты не обсудишь и не предупредишь, может же получиться большое зло? Человек доверит человеку не достойному, или, как сказать, не специалисту, не профессионалу какое-то дело, а тот его запорит. Будет... Ладно, если это материальный только ущерб, а если это моральный ущерб, а если, ну, там, по репутации другого человека это все стукнет. Но как же здесь? То есть, таких собраний бояться не нужно? Христианину принимать в них активное участие и не бояться, что ты где-то согрешишь празднословием. Скажем так, совесть-то никто не отменял. Ну, говори, ну, говори все так аккуратненько. Ну, не с целью опорочить человека, а с целью, как сказать, констатировать факт, да? И потом говорить о качествах людей лучше, скажем так, на примере их поступков, а не просто так, что вот, вот он вчера почистил апельсин мне не вдоль, а поперек, значит, он безответственный работник. Ну, извините меня, странные выводы, правда? Такая вот вещь. То есть, качественно, на примере дел конкретных, а не просто. Иначе будет, да, не просто празднословие, уже ложь. Страшные вещи. Спасибо, отец Павел, за добрую беседу. Будем надеяться, что действительно у наших телезрителей будет правильное понимание того, о чем идет речь в молитве, что Господь поможет нам справиться вот с этими страстями, с духом уныния, с духом праздности, любоначалия и празднословия, и даст нам возможность прикоснуться к другому, духу, духу добродетеля, о чем, я надеюсь, у нас будет возможность побеседовать в следующей передаче. Спасибо, до свидания, дорогие телезрители. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,